А как вы думаете, за что его убили? Вот тут Шерлоком Холмсовым-то не надо быть. Из-за бабы, конечно. А у тебя гости? А, Танечка! Тань, познакомься, майор Романова из милиции. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Тань, познакомься, майор Романова из милиции. Извини, я плохо себя чувствую, мне нужно прилечь. А вы часто бывали у него дома? Ну, я же сказал, я с ним в последнее время как-то мало общался. А что-то, что-то случилось? Он что, что-то натворил? Унес в могилу что-то ценное? Нас интересует красная папка с синими листочками. Вы не знаете, где у него в квартире расположены тайники? Понятия не имею. Ну, что ж, у меня больше вопросов нет. А к матери вы все-таки сходите. А вы с ней разговаривали? Да. А того, кто на Павла нашли? Может, она кого-то вспомнила? Ей сейчас очень плохо. Она вспомнила только ваше имя. Всего хорошего. А это майор Романова. Уже приходила ко мне? Нет. Не помню. Откуда я знаю? Ты ей сказала, что меня нет. Зачем? Я подумала, что ты не захочешь с ней встречаться. Почему, черт возьми? Я же не преступник. Мне скрывать нечего. Да? Тогда почему ты не сказал ей, где лежит красная папка с документами? Красная папка с документами? Значит, тебя это интересует. Ты за этим сюда пришла? Да? Тебе они не нужны. Отдай их мне. Я же тебе сказал. Ничего не знаю о делах брата. Зачем? Зачем ты свел татуировку? Распрощался с прошлым. Не ври. Ты ее недавно сделал. Я в салоне тату-художником работаю. Такие вещи вижу. Да. Ну и что же ты еще видишь? Много чего. Но я буду молчать, если ты отдашь мне папку. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю, что мне делать. Лампа, что с тобой? Ты заболела? Ты почему не в школе? Выгнали. За что? За дрельбу на уроке. Представляешь, вроде бы пульки пластмассовые, а окно разбилось. Родители в школу вызывают. Ты не можешь сходить? Катя вернется и сходит. Как же, дождешься от нее. Она еще ни разу в школе не была. Кирюша, ты не знаешь, как в милицию позвонить? Кирилл! Кирилл! Лампа, ты чего? Ничего. Задумалась. Ты про дневник никому не говори, я его от наших прячу. А для них у меня есть парадный выходной. Ты это сам придумал? А знаешь, что у меня еще есть? В ножке столика 20 баксов. А в подоконнике хранится пистолет. Правда, игрушечный. Извините, пожалуйста, вы не могли бы мне помочь. Позвоните в милицию, скажите, что Михаил Громов держит на своей даче заложницу. Громов Михаил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это, что ли, красная папка? Нин, это не твой актер-то? Типун тебе на язык. А посмотри, как похож. Костя. Девочки, вам звонили, у меня очень сложный случай. Мужчины, вы будете после меня. Караул! 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 Помогите! Вот тебе! Вот тебе! Ой, 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 матеря божья! Ой, ой. Фу. Я же говорила вам, что у меня очень сложный случай. Кирюша! Привет. Погуляй сегодня с собаками, ладно? Погуляй. А ты тогда в школу сходишь? Я же сказала, пойдет мама. Я не про то. Понимаешь, на школе организовывают концерт с силами учащихся их родителей. Ну, лампа. У учащихся, как правило, сил нету. Возьму на вечер. Ну, лампа, ну выступи. Ну, лампа, подожди. Ну, это классно наша так сказала. Подключайте своих родителей. Отец Волынкина спляшет танец. У Суворова родители фокус покажут. Лампа, ты меня слышишь? Великолепно. Кирка, дай свой пистолет. Зачем он тебе? Очень нужен. Вот если ты бы в школу пришла и на арфе сыграла. На арфе? Ну, я своей классно сказала, что ты на арфе умеешь играть. Хорошо. Я подумаю. Погуляй с собаками, ладно? Ладно. Ну что, собирайтесь. Приведите арестованного. Все хорошо, Сенечка. Да вы не волнуйтесь так. Посмотрите на рыбок, успокойтесь. Очень помогает. Посмотри, Сень, какие рыбки. Золотые. 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 Проходите. Костя. Спасибо за подарок. Очень хороший утюг. Дорогой, наверное. Лена, вы знаете этого человека? Это он. Кто он? Поточнее, пожалуйста. Имя, фамилия, отчество. Это Катуков Константин Сергеевич. Ну, бред, начальник. Я Дмитрий Сергеевич. Костя, ну зачем ты обманываешь? Вы меня путаете с братом. Мы действительно очень похожи. О вас я не имел удовольствия знать. Извините. Костя, ты что, не узнаешь меня? Он меня забыл. Лена, может быть, вы действительно путаете? Вы знали, что у Константина есть брат? Знала, слышала. Да какая разница? Они что, близнецы? Да все равно, думаете, я не узнаю, это он. Вот, татуировки раньше не было. Зачем ты сделал это, Костя? Обмануть хотел. Только не меня. Меня ты больше не обманешь. Не обманешь. Сука. Что за сука сейчас? Дебюта! Тихо, тихо, тихо. Сеня! Сенечка! Сенечка! Все, все, все хорошо. Все хорошо. Спокойно, спокойно. Успокойтесь, Семен Евгеньевич. Иди ты. Успокойтесь, Семен Евгеньевич. Сука, кто скажете, кто это, а? Не знаю. Катуков, это сволочь. Успокоились? А теперь, позвольте, я изложу свою версию. Сорок четыре года назад школьница Яна Катукова родила мальчика. Папа, сосед по коммуналке, циркач, уехал на гастроли во Францию и не вернулся. Мальчика назвали Димой и объявили братом школьницы. А у девочки Яны уже был брат Костя. Родился он на год раньше, чем ее собственный сын. Дима и Костя росли вместе, как братья. И были они похожи друг на друга, как две капли воды. И жили бы они дружно. Не свались на Диму огромные деньжищи. Умер во Франции владелец крупной пекарни Базиль Феду. Он же Василий Федулов, он же сосед по коммуналке. Уехал циркачем, стал пекарем. Что же делать, так иногда бывает. И завещал он свой огромный капитал той самой девочке, которая 44 года назад родила от него мальчика и самому мальчику. Не мальчику, но мужу. Мне то есть. Да нет. Наследство должен был получить Дима. А вы, Константин, позавидовали брату и убили его. Да руки отрезали, чтобы познать нельзя было. Да в салон сбегали. Сделали татуировку и тут же свели. Бред, бред. И никто бы не заметил подмены. Вот Лена заметила. Таня Молотова разобралась. Женщинами киня не проведешь. Вы, Константин, хорошо понимали, кто вас может опознать лучше, чем криминалисты. Поэтому и отправились убивать своих любовниц и сестру. Да. Ну что ж, всем спасибо. Но не все, как говорится, свободны. Пошли. Это еще надо доказать. Давай, давай. Спасибо, что напомнили, докажем. До свидания. До свидания, спасибо. До свидания, Семен Евгеньевич. До свидания. До свидания. До свидания. Ух, а! Чуть рубашку не порол мне, а, гад? Тренироваться надо. Ярослав. Ну, как наши делишки, убогая? Руки убери. Где Катя? Гони бумаги. Значит так. У нас есть два варианта. Или я зову милицию, или мы вместе едем за Катей. Ну, хорошо. Поехали. Куриш. Да. Открой бардачок, там сигареты. Ну, давай сам. А-а-а! Костин. Костин. Это Петрова. Соседка Константина Катукова. Вы просили звонить, если что. Рассказываю. Соседка Константина Катукова. 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 Перебрала, что ли, птица моя? Какая птица? Перепел. Куда едем-то? Мне надо Кате. Кате? Адрес-то какой у Кати? Не знаю. Я не знаю. Ну, тогда за Арфой. Садовая 13, это в Алябьеве. Там Арфа. Поедем? Да хоть за контрабас. Алябьева, тебе точно сюда? Может, лучше домой отвезти? Я дома. Ну, как знаешь. Спасибо за просмотр! Помогите! 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 Кто здесь? Помогите! Катя! Ты? Ты как здесь оказалась? Почему? Лампа! Наконец-то ты пришла! Пойдём домой! Пойдём! Не могу! Сейчас! Подожди! Потерпи! Сейчас! Сейчас мы их снимем! Это Слава! Ты нашла папку? Я? Не волнуйся! Я нашла её! Я найду! У нас есть ещё день! У нас его нет! Лампа! Сегодня восемнадцатая! Они нас убьют! Я прошу тебя! Уходи! Уходи, Лампа! Я прошу тебя! Уходи! Нет, я позвала на помощь! Я уже звала! А я позвоню! Позвоню! Сейчас я позвоню своему мужу! Он спасёт нас! Он хороший! Он добрый! Он меня любит! Чёрт! Как уже у него номер! Это же ведь всего дом! Он же не может позволить, чтобы его жену убили в собственном доме! Подожди, я не понимаю! А почему ты в этом доме? Миша! Зайчик! Хорошо, что ты приехал! Что здесь происходит? Милая, я тебе сейчас всё объясню! Убогая! Ты чё ещё, живая? Подожди! Уйди! Что ты стрелять могу? Фросенька, я тебе сейчас всё объясню! Я сказала, не подходи! Твою мать! Ребята, берите! Быстро! Руки за спину! Лежать лицом вниз! Стоять! Руки за голову! Вон в стену! Майор Романова! Главное следственное управление! Тише! Тише! Тише, коллега! Что-нибудь одно! Либо лежать, либо стоять! Майор Костин! Что ты мне показываешь? Ксиво мне друг убил! А у вас пистолетик из детского мира! А вы кто? Я Катя! Екатерина Романова! Как Романова? А где Миша? Мне у него спросить нужно! Не волнуйтесь! Ваш муж в надёжных руках! Знаю! У Тани Молотовой! Таня Молотова убита! Пришлось передать Мишу Ярославу Самоненко! Лучшему оперативнику и подающему надежду психоаналитику! А Наташа что, тоже с ними? Да! Какой балан ты меня кормила! Готов? Обморок! Пукалки ваши испугался! Ребята, в машину его! Ну! Давай, давай! Поднимайся, поднимайся! Вставай, вставай! Сразу очухался! Пошёл! Вперёд! Вперёд! Живей, живей давай! Не споткнись! Пошёл, пошёл! Голову, голову! Вперёд! Давай! Надо арфу забрать! Без арфы я никуда не поеду! Ярослав, познакомься! Катя Романова! Майор Романова! А, здрасте! Здрасте, здрасте, Евросения Андреевна! Евлампия Андреевна! Теперь у нас целых две Романовых! Кстати, как вас в семье называют? Лампа! Лампа! Прекрасно! Прекрасное имя! Прекрасное имя, да? Хорошее! Оникс! Мы психоаналитики своих клиентов не бросаем! Тогда помогите отвезти мою арфу! О, тренькает! Володь, тебе нравится, а? И всё-таки, кто нам звонил? Звонила я! После того, как умер один мой пациент, принимавший витоформ. У него была аллергия на соду. Я разыскала эту подпольную фабрику, собрала документы и пришла к Громову. Я сказала ему, вы сворачиваете производство, я отдаю вам эти бумаги. Он обещал мне. Я ждала, витамины продавались. Тогда я позвонила вам, записала свой разговор на диктофон и дала послушать запись Михаилу Громову. В результате оказалась в заложницах. Так вот, как познакомил нас мой муж. Я жила с человеком, которого совсем не знала. Хотя я жила в его доме, на его деньги. У меня ведь ничего своего нет. Ну, только дача в Кошкино. А вы уверены, что жили на деньги своего мужа? Как вас угораздило выйти за него замуж? Мама выдала. Миша, сын ее подруги. И какие же такие достоинства разглядел вас богатый и красивый Михаил Громов? Я, между прочим, консерваторию окончила. У меня такое впечатление, что мы с вами где-то встречались. Может, в консерватории? Ваш красавец Миша вовсе не был богат. Его компьютерный бизнес прогорел. Тогда он занялся подделкой витаминов. Дело начало приносить кое-какие доходы. Но стартовый капитал – это ваши деньги. Преданные, которые дали за вами ваши родители. Вы хоть знаете, кто были ваши родители? Да. Мама была оперной певицей. Папа работал на военно-промышленный комплекс. Папа работал. Папа ваш был в ВПК руководителем очень высокого уровня. Они вырастили вас, как оранжерейный цветок. Купили вам мужа и искренне надеялись, что вы будете счастливы. Уверен, что муж о вас заботился. Ведь папа оставил вам в наследство коллекцию картин, распорядившись выдавать вашему мужу по одной в год. На это вы и жили безбедны. Так что, скорее всего, его привлекала не ваша игра на арфе, а ваши преданные. Откуда вы все знаете? Вы что, следили за мной? У вашего мужа был криминальный бизнес. Естественно, первым делом мы принялись проверять его. И вас. После вашей беседы с нашим уважаемым психоаналитиком я сделал вывод. Вы о делах мужа ничего не знаете. И вдруг вы снова оказываетесь в центре криминальной истории. Товарищ майор имел в виду историю с Костей Катуковым и его любовницами. Да, мы с самого начала следили за вами. Ивлампия, вы храбрая, милая девушка, но, как это не печально, ваш муж преступник. Преступник. А я... Как странно. Не успела набрать номер, а он тут же появился. Очень странно. О, а знаете, почему появился? Потому что появился сам по себе. А это, да, дизайн, конечно, оригинальный, но это... Не телефон. А что это? Это калькулятор. Калькулятор? Калькулятор. 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 Это калькулятор. Осторожнее, пожалуйста. Ярослав! Это мне? Это нашли у Тани Молотовой. Посмотрите. Да тихо ты, Кирилл, тихо. Каша, здоровье. Пожалуйста. Давайте ваши тарелки. Мама, где же ты все-таки была? Лампочка, а ты разве не сказала, что я была в командировке? Сказала. А я ездила за арфой. Кирюшка просил. Правда, Кирюш? Да, только я не понимаю, зачем тебе понадобился мой пистолет и калькулятор? А что такое? Почему никто на меня не обращает никакого внимания? Почему никто не говорит, как я выгляжу? Правда, мне перекрашивать сестричи пришлось совершенно в другом месте, потому что в том салоне на меня напал какой-то маньяк-террорист. Он чуть было меня не застрелил. Это был такой ужас. А это кто такие? Кто это? Что это такое? Кать, ты что, привязывай с командировки нового мужа? Признавайся, который из них. Ну, признавайся. Не будешь признаваться? Ладно, тогда давайте ваши тарелки. С удовольствием. А это еще никто не ел. Я пойду лучше посмотрю арфу. Ну-ну-ну, сначала давай кашу попробуй. Я тоже пойду посмотрю. Ну что это? Не хотите, не надо, сами съедим. М-м, потрясающе. Я же говорила. Давай тебе положу. М-м-м. Вкусно? Вкусно. Вот и хорошо. Еще положить. М-м-м. М-м. Здравствуйте, Фройся. Эти документы — компромат на вашего мужа. Хотя не исключено, что ему удастся выйти сухим из воды. Фирма оформлена на мое имя. Меня трудно будет допросить. Вряд ли Костя оставит меня в живых. Я догадываюсь, почему он сказал мне, где лежит эта папка. Надеялся, что я побегу, чтобы взять ее. Конечно, не убивать же меня в новой квартире. Знаете, а я совсем не боюсь, я как-то запуталась. Понимаете, Фрося, вам, наверное, смешно, но вы единственный человек, с которым я сейчас хотела бы поговорить. Кто это Таня Молотова? Ее убил Костя. Не стану просить у вас прощения за Михаила. Не стоит он того. что я так искренне ненавидела вас. Простите. Все. Глупо, наверное. Она хотела поговорить с тобой? Не со мной, с Фросяей. Лампа, ну ты скоро? Ладно, девочки. Супер. Пойду прогревать машину. Кирюш, пойдем со мной. Кирюш, ты хоть через раз уроки делал? Делал, делал. У него одни пятерки. Я сама дневник проверяла. Какая же ты наивная, Лампулечка. Ты думаешь, у него один дневник? Лампа, ключи! Ну что, девочки, вернусь, погуляем. Может быть, их сбить чем-нибудь? Стекло разобьешь. А что у него делается? Сережа, у тебя мобильный с собой? Ой, мне холодно. Ты не знаешь, как позвонить в милицию? Не надо. В милицию как позвонить? Там в памяти есть телефон Костина. Он же тебя оставил. Майор Романова, Главное следственное управление. Володя, вы не могли бы к нам приехать, нам помочь. У нас такое несчастье. Стекло разобу. Ну, ты даёшь, Лампаха. Что случилось? У нас ключи на дереве застряли. Быстро, быстро, быстро! Ребята, ключи помогите снять с дерева. Надо же. А в другой раз формулируйте точнее. Я и сам справлюсь. Без грузового этого. Всё, уходим. Ну что, пойдём? Пойдём. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»